Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема Мария Магдалина, Петр и Иоанн у пустой гробницы Иисусовой. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 1 по 10 стихи. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, описывая события, происходившие в самый день воскресения Христова, опускает то, что уже до него изложили первые три синаптические евангелиста, дополняют их повествование очень важными и интересными деталями, которые им не противоречат, но их дополняют. Таким образом, когда мы сопоставляем повествование о дне воскресения Христова у синоптиков и у четвертого евангелиста, мы можем взглянуть на эти события, скажем так, стереоскопическим зрением и получить полноту картины. 20 глава, 1 стих. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. По-гречески, как и в церковнославянском переводе, звучит несколько иначе. По-церковнославянски «воедину от суббот», ну а по-гречески «в первый день после субботы». У евреев суббота была точкой отсчета. И, соответственно, тот день недели, который мы называем сейчас воскресеньем, называли первый день после субботы. Наш понедельник был второй день и так далее. Мы эту систему восприняли, только у нас теперь точка отсчета, собственно, сам воскресный день, поэтому после него следует понедельник, а дальше вторник, второй день и так далее. Итак, указывает Иоанн Богослов на то, что был следующий день после субботы, ибо это была суббота покоя, и все находились у себя дома. Кроме того, эта суббота была великим еврейским праздником Пасхи. И вот уже на следующий день, рано утром, когда было еще темно, идет Мария Магдалина к гробнице Господа Иисуса Христа. В то же время синоптические евангелисты указывают, что жены-мироносицы, среди которых они вспоминают, указывают и Марию Магдалину, пошли к гробнице Господа Иисуса Христа, когда стало восходить солнце. Получается, что Мария Магдалина вместе с женами-мироносицами уже задумала идти к гробнице, но их опередила. Она приходит, когда еще темно, они пойдут чуть позже. Что же она видит? Она видит, что камень отвален от гроба. А поскольку камни были достаточно тяжелые, и, как правило, один человек не мог бы справиться, это ее навело на самые неприятные мысли, что пришло несколько человек с целью похитить тело ее Господа и Учителя, что видно из следующего второго стиха. «Итак бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Когда Мария Магдалина увидела, что камень отвален от гроба, и гробница пуста, то, конечно же, первой ее мыслью, первым желанием было поделиться с учениками Господа Иисуса Христа этой неприятной новостью. Кому же она направляется? А к тому, который на протяжении общественного служения говорил от имени апостолов к святому апостолу Петру. Вероятно, Мария Магдалина не знала о том, что Петр отрекся от Господа Иисуса Христа в трудный час испытаний. Но интересно, что это ведь знал Иоанн Богослов. Тем не менее, Иоанн Богослов пребывает вместе с Петром. И вот это очень важный момент, важный эпизод новозаветной истории. Ибо очень часто бывает так, что если мы видим кого-то рядом с нами согрешающим, то мы этого человека, бывает, отталкиваем от себя, а иногда даже публично обличаем и унижаем. Но не таков был любимый ученик Господа Иисуса Христа. Он видел и отречение Петра, но, вероятно, он понял, что Петр раскаялся в своем сердце, поэтому снисходительно отнесся к нему и вместе с ним находится, когда их застает Мария Магдалина. Приходят к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус. Конечно же, под этим выражением, безусловно, понимается святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Однако, есть важная деталь в тексте этой 20 главы. Когда он называет себя любимым учеником ранее, в 13 главе, при описании Тайной Вечери, то он использует греческий глагол «агапао», то есть «возвышенная духовная любовь». Однако, здесь, в 20 главе, Иоанн Богослов использует греческое слово «филео», то есть «дружба по интересам», «привязанность», из которой очень часто следует и «верность». Это очень важная деталь, которая позволит нам лучше понять диалог между Господом Иисусом Христом и апостолом Петром, изложенный в следующей 21 и заключительной главе Евангелия от Иоанна. Ведь в этом диалоге Христос будет спрашивать апостола Симона «ты любишь меня духовной любовью, как Бога?» А Симон будет отвечать «я хочу быть тебе другом, я тебе друг». И вот здесь, в 20 главе, Иоанн Богослов указывает, что не только его любил Господь Иисус Христос возвышенной духовной любовью, но и между ними была хорошая дружеская привязанность. Он вместе с Петром слышит от Марии Магдалины следующие слова. «Унесли Господа из гроба, из гробницы», стоит греческое слово «мнемион», гробница, «и не знаем, где положили его». Мария Магдалина говорит во множественном числе «не знаем». Это позволяет сделать предположение, что когда она увидела гробницу пустой и решила сообщить об этом ближайшим ученикам Господа, она побежала назад от гробницы и встретила жен-мироносец, которые туда, к гробнице, и идут, и размышляют в себе, кто поможет им отводить тяжелый камень от входа в гробницу. И, видимо, она поделилась с женами-мироносецами этой новостью, и они коротко обсудили, но не смогли высказать никакого предположения, что бы это могло быть. Скорее всего, в этот момент все они думали, что кто-то похитил тело Господа Иисуса, и неизвестно, куда его унесли. Третий стих. «Тотчас вышел Петр и другие ученики и пошли ко гробу. Петр и Иоанн действуют немежко и направляются к гробнице». Четвертый стих. «Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый». Иоанн Богослов приходит к гробнице первой, и здесь можно усмотреть две причины этого. Первая причина – то, что он самый молодой из апостолов, и, конечно же, более физически крепкий и выносливый, чем апостол Петр, поэтому он его опережает. Такое объяснение хорошо, но оно сомнительно, ибо апостол Петр был в рассвете сил и, конечно, мог бы не отставать от Иоанна Богослова. Скорее, более подходит другое, второе объяснение, которое заключается в том, что апостол Петр, хотя и раскаялся в своем отречении от Господа, но это все-таки его внутренне продолжало тяготить. И поэтому Иоанн Богослов, который не согрешил, который сохранил и возвышенную любовь ко Господу, и свою дружескую привязанность, он бежит к гробнице быстрее, чем апостол Петр, отягощенный своим проступком. Иоанн Богослов, подбегая первым, наклоняется для того, чтобы заглянуть в гробницу и видит, что на ложе нет тела, но зато на ложе лежат пелены, в которые тело было обвито. Похоже, это его удивляет, но некая робость, а также желание подождать апостола Петра заставляют его не входить во гроб. Шестой стих. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие. Седьмой стих. И плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Апостол Петр проявляет инициативу, ибо да, он всегда говорил от имени других учеников, и здесь тоже поступает первым, он первым входит в гробницу и видит на ложе Господа Иисуса Христа не только то, что уже мог видеть заглянувший в гробницу Иоанн, а именно лежащие на ложе пелены, но видит также и плат, который был на главе. И этот плат лежит несколько в другом месте на ложе. Это, конечно, должно было в высшей степени удивить как апостола Петра, так и Иоанна Богослова. Мы говорили о том, что в момент, когда Господа Иисуса Христа, воин, пронзил копьем на кресте, то вышли кровь и вода. Эту деталь описывает только Иоанн Богослов. И, возможно, это свидетельствовало о том, что поскольку во Христе не было греха, то тело его даже после смерти пребывало иным образом мертвым, нежели тела обычных людей. Возможно, сильно кровь и не сворачивалась. Однако ведь Господа Иисуса Христа по поведению Пилата били римские воины. На его голову возлагали терновый венец. И, конечно, шла кровь из головы, которая запекалась. И после того, как эту запекшуюся кровь обмотали пеленами и платами, эти платы, безусловно, должны были пристать к коже. Однако то, что видит Петр и сейчас же уже увидит Иоанн, то, что эти платы лежат аккуратно сложены в разных местах ложа, где находилось тело Иисуса. Это очень необычно, ибо если кто-нибудь пожелал бы похитить тело, конечно, похитители не стали бы снимать платы. А если бы они попытались это сделать, то платы пришлось бы отдирать. Но ни того, ни другого не произошло. Видно, что платы лежат аккуратно. И, конечно же, это наводит на мысль о том, что тело не похищено, но что Господь воскрес. Восьмой стих. Иоанн Богослов, когда заходит в гробницу и видит то, что мы только что описали, приходит к выводу, что Христос воскрес. И он уверовал не только самому факту воскресения, но уверовал и тем словам, которые слышал в свое время от своего Господа и Учителя, о том, что Сын Человеческий будет предан в руки человек-грешников, и передадут его римлянам, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. И вот, конечно же, эта вера в то, что Христос сказал правду, соединилась с верой в то, что Он воскрес. Девятый стих. Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых. Иоанн Богослов объясняет, по какой причине он уверовал воскресение Христова, не сразу, как только посмотрел в гробницу через открытый проход, а ему нужно было туда спуститься, увидеть ложе, увидеть плат, увидеть пелены. Он объясняет это так. Еще они не знали настолько хорошо, еще не понимали хорошо священное Писание Ветхого Завета, для того, чтобы их вера была и сильной, и укорененной Ветхозаветной традицией. Синоптические евангелисты указывают на то, что Господь, когда явился ученикам после своего воскресения из мертвых, Он открыл им ум, отверст ум, разуметь Писание. То есть правильно понимать Писание Ветхого Завета в связи с Его, Господом Иисусом Христа, не только общественной деятельностью, не только Его распятием, но также и Его воскресением. Десятый стих. И так ученики опять возвратились к себе. И вот в этой фразе Иоанн Богослов, сказав прежде, что он уверовал, очень тактично обходит молчанием, каково же было состояние апостола Петра, вместе с ним побывавшего в гробнице и увидевшего то же самое. Но синоптические евангелисты говорят нам, что апостол Петр, увидев пустую гробницу пелены и плат, когда пошел к себе, он удивлялся происшедшему. У него еще не было твердой веры в воскресение Христова, той, какая появилась у Анна Богослова. Но у него возникло недоумение, переходящее в удивление. Он размышлял над тем, что могла означать пустая гробница. И как раз первые три евангелиста повествуют о том, что Господь явился апостолу Петру, удостоил его своего явления после воскресения, до того, как явился все вместе двенадцати апостолам. Итак, Христос явится апостолу Петру для того, чтобы его укрепить, для того, чтобы его вера стала и глубокой, и горячей. Однако это произойдет после того, как и Христос явится своим ученикам. И, конечно, после того, как после вознесения Христова Дух Святый сойдет на апостолов в день Пятидесятницы. И апостол Петр будет говорить перед большим количеством евреев с глубокой убежденностью о воскресении Христовом. И как раз со ссылками на Священное Писание Ветхого Завета, приводя из него, из Ветхого Завета, доводы и аргументы в пользу воскресения Христова, в результате чего около трех тысяч человек в день Пятидесятницы уверуют. Но это все будет позже. А сейчас ученики возвращаются назад к себе. И далее Иоанн Богослов будет описывать, как Господь является Марии Магдалине, и, наконец, как Он является своим ученикам в первый и в восьмой день после своего воскресения. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...